Всем привет! Вы находитесь на канале FastGuardTV. Мы с вами продолжаем Sherlock Holmes Chapter 1. И у нас очередное убийство. Да, вот такая вот неприятная ситуация. Это друг семьи, которому мы должны были бы позадавать вопросов. Но так получилось, что в таком состоянии мы его обнаружили. Давайте изучим место, что с ним произошло. Потому что, судя по ноге, выглядит все так себе. Он еще как будто полз. Он реально полз. Что-то еще. Он типа камень? Нет? Мизинца у него нет. А у него был слон. Трустокожий преступник. Взрослый слон. На цепи. В городе. Так, достаньте фотоаппарат, сделайте снимок. Когда вы наведете объектив на нужное место, рамка побелеет. Эта фотография может помогать нам найти старый артик о том, что элефанты. Взрослая плача была fascinant. Это было сложно верить, как ребенка. Правда. Мы должны нужны в нашей обследовании. И все, да? Хорошо. То есть у него стоял слон. Ну, как бы, без шуток. Просто стоял у него слон вот здесь. Какие у нас варианты? У него кто-то ударил. Ну, вот скорее вот так это было. Потому что он, да, пытался напасть на слона. Как раз у слона тут вот нога около того места, где находится след. Ну, плюс-минус. Дальше слон начал уходить. И вот тут вот надо сейчас разобраться. Но он его... он ему ногу сломал. Он его душил. Он его... Либо его кто-то тащил. Но у него должна быть сломана нога. А здесь что? Здесь, наверное, слон все-таки, да, поработал. Типа это какая-то все-таки третья сторона была. Не-не-не-не-не. Должен врезаться сначала в сарай. Сто процентов это было вот так. Вот здесь не могу уверенным быть. Типа его тащили, но должна быть сломана нога. Ну вот. Вот это больше похоже на правду. Хотя, на самом деле, с таким движением он должен был полностью его переломить. Давай попробуем. Ты даже не пытаешься, Шерри. Концентрай. Хорошо. Возможно, вот так. Ты даже не пытаешься, Шерри. Концентрай. Вот еще записывает, что как будто он мне дизлайкает. Шерук вообще меня слушал. Он явно думал о чем-то своем. Его предположения какие-то нелепые. Ты вообще... Если это на что-то влияет, То идите, разработчики, в задницу. В частном случае, был замешан слон. Потрясающе. Хотя, кстати, вот оно должно было как-то упасть. И вот оно, судя по всему, так и упало. Просто, может быть, он пошел тащить тело. А потом его толкнул слон, когда выбегал. Ты даже не пытаешься, Шерри. Концентрай. О, мой Бог. Я не понимаю, что... Что я, ну, какой вывод я должен сделать по вот этому действию? Ну, какой? Ну, какой? Ты даже не пытаешься, Шерри. Концентрай. Сплошное мучение. Шерлок же знает, что у меня одного не получится все воссоздать. Он что, надо мной смеется? В смысле? Так не получается-то у меня. В смысле? Ты... Боже, ну это так глупо, на самом деле. Ну, правда. Ну, что вот я должен... Какой вывод я должен здесь сделать? Ну, какой? Такое, наверное, тоже могло быть, но... Блин, что... Вот... Вот что? Тут просто прямо еще фигня падает вот в это место. Как бы вроде как подходит все. Надо пробовать просто какие-то разные вещи, но я не вижу подсказки, понимаешь? Здесь у него нога не сломана на вот этой вот картинке, но у него, по-моему, ни на какой картинке нога не сломана. Чего же еще пытался убежать? Допустим, может быть, на него напали. Давай сделаем такое. Он же должен как-то, наверное, участвовать еще здесь. И дальше вопрос. Он его тащил? Или это был слон? Или... Или что это? Ну, типа, вряд ли это был слон, что везде участвовал человек, вот так? Да у нас нету лик, нету! Золотая клетка, ботсманский нож, смертельные увечья. Гилден держал дикое животное. Галяв, возможно, убит Стеодора. Возможно, слон Галяв напал на Стеодора, Гилдена, чтобы вырваться на свободу. Сомневаюсь я в этом очень сильно. Это никак не связано. Подсказку мне это дополнительную не даст. В журнале слоновья жизнь. Может быть, надо это выбрать и что-то получ... Да, игра вылетит. Зато дневник Джона полностью очистился. Давай еще раз. Я... ну, правда, я не понимаю. Я просто имею ввиду, хотел открыть журнал. И в закрытом вольелье крупного животного лежал труп мужчины. На правой руке нет мюзин, Стеодор. Так. Ноги переломаны и все в крови. С собой у погибшего был пояс от халата. Тело изуродовано так, что определить причину смерти будет сложно. Возле небольшой лужицы крови лежала стрекала совершенно чистая. Животное держали на стальной цепи. Оно разорвало ее сильным рывком. В сарай стоит рабочий баллон с газом. Недавно здесь кто-то упал. Ударился о стену, выронил нож. Падение было жестким. Ну, по итогу, получается, что... А что это за метка такая? Джон бросает... А, Джон бросает вам вызов. Джон бросает нам вызов. Хорошо. Какой? Какой вызов? Единственное, в чем я уверен, единственное, это вот это. Здесь чел должен был упасть. Потому что второй вариант, это он просто якобы убежал, но такого быть не могло. Потому что мы точно там уверены в падении. Здесь нога у него была сломана. В какой момент времени? То есть, вроде как и здесь что-то подходит, потому что слон-то здесь шел. Но где в этой ситуации был вот этот наш товарищ, которого мы, судя по всему, будем искать после этого расследования? Непонятно. Здесь... Тоже. Он напал на слона. Ну, типа, вряд ли он напал на слона. Вряд ли он начал его душить. Вряд ли слон, как бы, изначально начал на него нападать, понимаешь? Здесь как получается? Здесь лежит слон. Он, ну, по картинке, которую мне показывают, даже не привязан. Ну, то есть, как будто на него напали. И ударили, вырубили здесь. Потом, может быть, слон его начал сюда тащить, вышел. А этот пытался убежать, он его ударил. Я не знаю, понимаешь? Здесь, ну, тут любая комбинация, она, в принципе, имеет место быть. Ну, просто любая. Вот, просто... Я даже сделаю сохранение. Только я не могу сделать сохранение в этом режиме. Чтобы мы не теряли вот эту вот репутацию Джона. Я, опять же, я не знаю, как это, типа, работает. А мы не можем сделать сохранение. Кайф. О, почему? Просто проблема вся в том, что, ну, тут нет ничего очевидного вообще. У вас постановка задания очень расплывчатая. Единственный стопроцентный факт. Вот. Второй. Да, тут были следы слона. То есть, в какой-то момент он тут вот... Ну, не может, наверное, он бежать. Но был же чувак. Значит, должен быть чувак. То есть, здесь в начале чувак. Типа, его ударили. Здесь. Просто кто-то же врезался сюда, понимаешь? Это не может быть салон. А, или, может быть, секундочку. Здесь кто-то просто стоял. Но он... Подожди, 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 подожди. Он, возможно, не стоял здесь. Ну, в смысле, внутри. Ну, и тогда тут, конечно, вариантов у меня вообще немного. В смысле... Ай, не знаю. Напал, рывок. Постоптал. Да я и не пытаюсь, если честно. Факт в том, что у него должна быть сломана нога, ребят. Может, ему кто-то пытался здесь помочь, но у него должна быть сломана нога. Рандом. Просто рандом. Ты даже не пытаешься, Шерри. Концентрай. Ты в жопу. А может, он это синициировал? Кто бы знал, кто бы знал. Ты даже не пытаешься, Шерри. Концентрай. Отвратительно просто. М-м-м. Вы поняли, по какому принципу я должен был это определить? Ну, типа, по крови, что он его здесь взял и протащил. Он же не мог быть ранен. Ну, типа... Серьезно? Ну, серьезно. Не важно, короче. Не знаю. Не научились они. По-моему, в Синклинг Сити тоже с этим были проблемы. Вот, блин, в старых Шеролках с этим не было проблем. Там все было хорошо. Но, как бы, кого это волнует? А в чем заключается спор? Джон напомнил у меня газетной статье, которую мы прочли в детстве. Тогда я впервые узнал об этих прекрасных животных. Надо поискать в архиве редакции выпуски 10-летней давности. Статья была напередавиться. Ее автор-научный журналист. Мне чуть-чуть лень это делать, потому что туда надо идти сейчас. В эти архивы. Так, у сарая проломлена стена. Боцамский нож, смертельный увечья. Это мы связывали уже. У сарая проломлена стена. Нож. У несчастного случая во дворе Гилдена был очевидец. Он выронил нож и наверняка пострадал при падении. Это у нас не связывается. Окей. Надо поспрашивать людей. Я уверен, что вот эти зеваки что-нибудь довидели. Слона зовут Голиаф. Через греческий мост он сбежал в лес, где Теодор его обычно выгуливал. А лес-то здесь везде. Опа. Да, и умер. А как мы будем слона ловить? Ну, я имею ввиду, мы его найдем, а дальше? Просто должен быть какой-то план. По задержанию слона, я думаю, что выстрелить в него из пистолет и попробовать арестовать не получится. Как нас учили. Есть такая некая уверенность. Мое уважение к этому острову будет расти и крепнуть, как это дерево от самого сознательного жителя кордоны Теодор Гилден. Отломлен недавно, слон пробежал мимо. Окей, слушай меня. Если у него эллифон падает в лесу, и нет ни одного вокруг, чтобы... Джон, нет. Ты такой убитый. Все правильно? Да. Ха. Он побежал дальше в воду, получается. А мы умеем плавать? Письмо в чернильных пятнах. Уважаемый Теодор, пишу вам не как официальное лицо, а как простой житель острова. Я ценю нашу дружбу, однако она невзаимна, и боюсь больше я не могу идти ради нее на уступки. Жизнь горожан я ценю не меньше. В глазах ваших соседей я стремительно теряю авторитет. Вопреки вашим благим намерениям, они считают дерево издевкой, а не жестом примирения. Люди боятся. Вы отказались от услугу опытного дрессировщика и обучаете слона в меру своих ограниченных познаний. Это совершенно недопустимо. Признаюсь, я думал о том, чтобы забрать слона и передать его мистеру Тейлхарту, который доказал, что ему можно доверить такое животное. Хотя, разумеется, его фасолинка внушает куда меньше опасений, чем ваше чудовище. Я искренне надеюсь, что вы передумаете. Сейчас как ключи лежавших в халате Теодора, а у нас там... Ну-ка, подожди. Тут ничего еще нет, случайно. Помимо халата. Просто халат и все, да? Здесь все ключевые улики у нас найдены. Так. Да, все улики найдены. Надо возвращаться в дом. Потому что там еще не все найдены. У нас появился ключ о закрытых каких-то... Точек я там не припомню. Вот бы я мог туда переместиться по-быстрому. Но мы можем быстро переместиться сюда. Так что... А вот в архив... Архив он где? У нас есть около этого архива метка? Нету. Но это... Это что? Это редакция. Спрятанная монета номер 6. Спрятанная монета такая. Спрятанная монета секая. Ну, я про этот спор. Газетная. Так, надо поискать в архиве редакция. Редакция Кроникл. Ну, давай сходим. Я просто, понимаешь... Я бы с удовольствием это сделал. Но это надо куда-то бежать. А я пытаюсь это минимизировать. Вот эту вот беготню по городу. Надеюсь, что у редакции тоже есть тачка перемещения. Да, вроде как есть. Да, отлично. Редакция Кроникл. Редакция Кроникл. Advocate of the Free Press, Voice of the People, Scourge of the Silk Stalking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the Free Press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding Bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Так, а если у нас какие-то улики с этим связаны, прям там конкретно же нужна информация, напомнил мне газетная статья, которую мы прошли в детстве. Тогда я впервые узнал об этих прекрасных животных, надо поискать в архиве редакции выпуски десятилетней давности. Статья была на передавице, ее автор научный журналист. Итак, период. Давние записи этот год. Ну, получается, что 1870-й, 79-й, да? А, он был научный журналист. Это, соответственно, газетная статья. На передавице, по-моему, да? Да, статья была на передавице, этого, в принципе, достаточно. Владыка зверей, автор доктор Иоанн Менес. Мало кто может похвастаться тем, что живьем видел самое необычное и замечательное существо на планете – слона. Этот дружелюбный исполин считается крупнейшим сухопутным животным. Его размеры, ум и любовь к общению покорят кого угодно. Слоны – млекопитающие совсем как люди. Родом они из Азии и Африки. У взрослых самцов диаметр ступни достигает 18-25 дюймов, но это не мешает слону демонстрировать чудеса ловкости, с чем ему особенно помогает цепкий хобот. Слоны тесно привязываются к близким. Ученые отмечали случаи, когда эти животные демонстрировали скорбь или радость. Пожалуй, вопрос не в том, как сильно слоны походят на нас, а в том, как мы походим на них. Не понял я, зачем это было глобально, но... Интересная информация. Не вылетай, пожалуйста. Я просто заметил, что игра вылетает каждые несколько загрузок, вот. Если честно... Очень хорошо, что теперь мы имеем возможность спокойно ставить запись на паузу. Прямо своевременно это произошло. Ну, я имею в виду, что у вас никак не рвется повествование. Там кат происходит, конечно, но... Извините. Я искренне верю. Я хочу верить, что они к релизу это починят, что это просто моя пресс-версия такая всратая. Но это фрогуэрс. От них можно в то же время ожидать все что угодно. А, может быть, мы сможем открыть... А, подожди. Тут же где-то был... Тут был замок вот здесь. Не он? Нет. Непонятно. Наверное, выход? Что скажешь? Какие-то тут у него, может, секреты есть. Ты? Кто ты? Меня зовут Шерлок Холмс. Теодол Гилден был... Ты убил его? Ты убил его? Он не убил в доме. Он исчезли в лес. Ты не можешь уйти. Что если он верну? Я очень рада, мисс. Имоген Гилден. Поехали, я попросил тебя. Find that dreadful beast that killed my father. Я думаю, мы должны знать, что случилось. Ты мне скажешь, что случилось? От самого начала. Я был здесь, поэтому я не видел, как это началось. Мой папа посетит в инклозе every morning для wake-up Голиаф. Сегодня я слышу эллифанты скрыть. Я никогда не слышу such a horrifying sound. Моя сердца остановилась. Я знал что-то было не так. Я смотрел на меня и увидел, как это... как это... как это лихтет мой папа по его боку. Я шутся дошла. Я увидел, что это держит мой папа, как будто он был доль. Я threw стонус на него. Это бросил мой папа, и ударил, кричатся, кричатся. С рома была почти мягкой. Я был опасен, поэтому я встал и сидел здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слоновья жизнь, толстокожий преступник, следы у сарая Ну, вряд ли она мне поможет сейчас Ну, может быть Я не думаю, что это... Все еще есть кто-то, кто стоял около забора Попугайчик 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 Если вы думаете, что мы после того, как, типа, там, соберем все монеты Или, там, соберем вот все, что нам сказали И что-то мы, типа, получим... Нет Абсолютно нет Это просто чисто для галочки Я не могу, вроде как, ни с чем больше взаимодействовать Произошедшее с Тодором Гюдном Так, у нас в чертогах ничего нового нет Что вообще у нас есть? Про фотографию надо спросить С кем-то ты тут собралась уезжать? По-моему, звучит очень смешно Твоя секретная в моих руках Попугайчик работает где-то? Что его имя? Его имя Попугайчик Он и его велополы С чемпионами Салейши Клуба Он там садит Я покажу тебе, где он находится на мапе Если вы нужны, чтобы его найти С чемпион? Ну, это будет первое Я люблю плотную землю И так и моя штука И еще? Что? Эти пакеты твои, как будто ты собралась целую комнату Ты планировала куда-то? Мой партнер и я Мы хотели улучшить Новый старт в районе Но теперь мне нужно остаться здесь Здесь, очень часто Я боюсь, что я не могу добавить что-то полезное Про книжки расскажешь Как ты можешь читать такое-то? Это сложно сломать, и это не зависит от тяжелого ковера Ты слишком серьезный В любых книжках, без Нейб и Лори Это невероятная Если ты можешь читать То есть эти книги Они абсолютно должны Любовь и развивание Они о жизни О, я не уверен Что эти пирамиды Были частью дневного жизни У Кордона Ты не видел жизнь Так, ты можешь попробовать читать О ней Так, поговорить с товарищем надо, да? Может это он был... Он скорее всего это был Но знаете, что может быть? Может быть, что... Фишка со слоном Это его рук дело Ну, потому что как-то вот... Непонятно все Джон хочет собрать трилогию базукологии Уоллеса де Аурума Первую книгу я нашел в комнате Имаджин Это настоящее надругательство над литературой, но читателям почему-то нравится Что ж, попробую разобраться в чем причина О, если где-то еще увижу, то окей Там можно поспрашивать людей, но мы, по-моему, проходили мимо какого-то яхт-клуба Потому что... Ему принадлежит яхта Водоворот Она же Водоворот называется? Старая развалина Сейчас вот где-то здесь она была Вот Нет, это ассалация Хорошо, а где это тогда в таком случае? Так, на юге Гранд-Сарая Тут есть еще один яхт-клуб Давайте тогда сюда, на юг Зададим вопрос, нам сразу же адресочек скинут Смотри, вот... Первый попавшийся человек, сейчас он уже все знает Да ладно, серьезно? М-м 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 Профессионально, на юге Гранд-Сарай Ему принадлежит яхта Водоворот А, яхта Водоворот Подожди Так все правильно значит это его яхт-клуб сейчас только где он вот он его принадлежит яхта там ты нужен яхт-клуб в яхт-клубе сообщили что пол пропустил гонку и с утра его никто не видел возможно он в своем комнате в мастерской это к югу от яхт-клуба водочная мастерская кстати сейчас сразу мы по нему поймем ну по человеку можно же сказать да ударил его слон ногой так что он в стену отлетел или нет только я его не вижу и где же наш пол а вот так нас интересует серенте но стрич вы его повод не то но но что-то здесь есть свежий слой лака краска еще где же он сам конкретно своей отдельной мастерской вы пол пройти это я сюда не смогу на дверной раме трещины сейчас тут пусто часто двигали много гвоздей но и типа вряд ли здесь находится ключ ха и там кровь немного криво недавно сдвинули и там кровь ключ скорее всего поле сморскил дать оптимы неизвать и кейс и и и Продолжение следует... А что написано там? Нам почему-то никогда не показывают текст. Письмо с угрозами. Ты убогая пародия на моряка. Думаешь, я позволю сидеть у себя на шее, красть мои деньги, дурить голову моей дочери с меня хватит. Сегодня я покончу с твоей карьерой. Предупреждаю в последний раз, если не сделаешь по-моему, пойдешь ко дну. Гилдан. Понятно. Если он причастен к слону, если он причастен к убийству, я отпускать его не буду. Понятно, что тот его угрожал, но это убийство. Все еще это убийство. Что это? Он слона в бешенство пустил через дротики. Хороший ряд инструментов для пустилов. Амитарь не знает, как использовать их. Дорога. 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 записка. Что-то можно увидеть. Так, подожди. У нас что-то появилось. Смертельные вещи. Теодор угрожал полу. На теле жертвы следы сильных побоев, которые привели к смерти. Нет. Странно. Ну, просто это можно было бы связать. Как предположение, что это он его убил. Так, записка. Она лежала в комнате с табличкой водоворот. Что мне осмотреть? Просто записки здесь этой больше нет. Что-то здесь еще есть. Просто подозрительная записка, которую можно смотреться. А Джон залез на корабль. Бензей, это мы выяснили. Может быть, здесь? Хм. Просто не будешь ты здесь сматриваться просто так. Джон ничего толкового не говорит. просто было закрыто. Банк из-под чая, чисто. что, больше там был не чай? Уденаврый психотропы. Не для тюфек, я думаю. Уденаврый. А типичный титин. Я хочу, что он имеет для бискетов. Уденаврый. Крылья. Уденаврый. Я думаю, что есть кое-каким. Исклюдая шампиона. паруса ненависти так что еще у нас есть показания что-нибудь найдем с имиджен еще все не ясно до конца сейчас я смотрю он готов уже меня бить к дыкане видно женщина смысле женщина я не может быть смысле женщина так ну перебинтованная рука месть или несчастный случай даже не знаю у такого-то парня который не похож на парня широкие бедра тело взрослой женщины какого черта реально что еще может указать на женщину ну кроме локоть распуг сильный ушиб но у него правый локоть а но он мог упасть с левой части тогда да и мог удариться как раз об деревяшку локтем так пол перкс женщина она притворяется мужчины чтобы вести дело дела наравне с ними и добиваться своего она вкладывает в парусный спорт все силы и средства несмотря на трудности хождения по морю синяки и травмы знаки почета в этом опасном спорте бесстрашная яхтсменка добивается всего сама хотя от женщин подобного не ждут не вижу причины раскрывать ее тайну другим либо профессиональная контрабандистка под прикрытием парусного спорта на перевозе товара для кордонских бан такая жизнь крайне опасно о чем свидетельствует ее травму руки несмотря на напускной бесстрашие она часто попадает в переделки из-за связи с преступным миром и все же она завоевала себе место под солнцем хоть и под мужским именем не вижу причины раскрывать это на другим не особо на самом деле понятно ну типа психотропные вещества профессиональная яхтсменка не просто синяки и травмы там такой ушиб сильный не особо на самом деле А мой мой не попал. Заварушка! Заварушка! Да ладно, ещё! Это у него маска, не могу сбить просто маску? Не могу! Разарядка! 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 У него там патроны! У меня тоже перезарядка! Поехали! 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 Не является внедрением! Это обычная послева! Не исключительно моё! Так, это практически все, надо вообще узнать. В первую очередь, меня интересует фотография с угрозами. Рат, and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster, and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion, if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangyar from a poor family. Знаете, что я понял? Получается, что портрет, который мы строим с персонажа, ну, смотревая его особенности, потом строя портрет, это ни на что не влияет. Я могу ошибиться. Ну, то есть я попал, она занимается контрабандой, но даже если бы я не попал, мы бы все равно сейчас ввели этот диалог, поэтому, типа, зачем это? Мне понятно. Дротики. about who to eat. Дротики. Я не знаю, сколько плавоков cela. Как будто бы тут в вашем Компетитр. Я не Fayrio. Этот слово, как Kabир с собой беспятся. Дякуюrando. Целее. Продолжение следует... 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 Не знаю... С имиджем мы не закончили... Так, ну-ка... Значит, у сарая проломлена стена... У Полу свежий синяк... Полу мог удариться о стену сарая... Возможно, Полу шип локоть, ударившись о стену сарая во дворе Теодора Гилдена... Я бы сказал, скорее всего... Теодор угрожал Полу... Теодор послал за Полом бандитов... Теодор Гилден хотел разрушить карьеру и жизнь Полу... А он даже нанял преступников... Это никак не связано... Так, мы не закончили с имиджем... Ну-ка... Что-то у них в особняке еще есть, видимо, интересно... Теодор... Во дворе... А, нет, во дворе найдено... Вот в слоновьей усадьбе... И все найдено... Надо, кстати, посмотреть еще, где книга-то последняя, может быть... У нас не так много мест... В лесу-то там вроде ничего не было... Ну, вроде как и во дворе... Ну, сейчас я просто пробегусь глазами, мне интересно... Типа, мы так близки... Хотелось бы не просирать этот квест... Ну, что-то как-то книгу я здесь не вижу... Мда... Что же, что же, что же... Здесь не так... Довольно просто ограниченное пространство... Тут только с картинами можно повзаимодействовать... А вот у нее в комнате... В принципе, мы тоже почти все осмотрели... Может, ты мне о чем-то не сказала? У нас новые улики появились... Я не это хотел... А, это тоже? Может быть, ты знаешь про записку? Это, в целом... Да... Ну... Пол просто не совсем он Понимаешь? Она все собрала Этот просто до попугая домогается Но даже не знаю Вот тут вот мы не были Продукт Жизнь оценивать прошлое, это хередитарно. Что такое особенное в этом месте? Еще один элефант? Тут книга должна быть. Любитель слонов. Тодор Гилден, 55-летний состоятельный житель Кордоны, выкупил из странствующего цирка индийского слона. Мистер Гилден заявил, это уникальная возможность, я смогу обеспечить слону прекрасные условия. Мой дом настоящий рай для столь благородного создания. Слон больше не будет тесниться в шатре в окружении клоунов. Отныне он станет моим спутником, моим вторым ребенком. Я буду защищать его. Не ревнуйте, жители Кордона, я все еще ваш любимый сосед. Только время покажет, что это обдуманное решение или чистое безумие. Соседи мистера Гилдена беспокоены новостями, но еще сильнее их беспокоит громогласный рев животного. Тем не менее, придется смириться с эксцентричной выходкой одного из самых влиятельных жителей Кордоны. Теперь мы смело можем утверждать, что богатые тоже плачут, особенно те, кому не повезло с соседями. Моя двое собственная ребенка, а декабль и д�уги, я скажу. Моя дорого плачутная выбор длястрали крышка. О, шарик напалённый животный. Когда Теодор искит белого плач przez это? Я думаю, что Мисс Гилдена почти не было манятий. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Looks eccentric and smells eccentric. Так, ну тут вроде все. Ну, опять же, надо поэти вопросы позадавать. Касательно чего? Касательно проекта. Кто такой этот Свифт? Не знаю, расскажет она или нет. А-Свифт, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learned a lot about archaeology from my favorite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't. But perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. And, uh, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that? It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. И есть. И новая зацепка есть. Правда, там придется еще искать это в археологе, видимо, спрашивать. Или нет. Интересно. Неужели выводы готовы? Вряд ли. План проекта ванной из слоновой кости. Так, по словам Imogen, Артур Свифт, деловой партнер мистера Гилдена, они вместе работали над каким-то проектом в старом городе. Больше Imogen ничего не знает, только то, что с проектом было связано много бумажного лакита. А где это можно найти? Вряд ли в обычных архивах редакции. В старом городе. Что есть в старом городе? Страшевая башня. М. Все еще не понимаю, что это. Есть ратуша. Ратуша, возможно, играет роль типа легальных бумаг всяких. Там, наверное, все это заключается. Потому что именно в старом городе тут ничего нет. Нам надо найти информацию. Скорее всего, это здесь. Спасибо, Imogen. Помогла. Но в чертогах пока информация не... А подожди, стоп. Ратуша, там она другим знаком отмечена. Смотри, ратуша, она... А, не, она... Скорее всего, это оно. Что ты опять начал? Что это такое? Прогулка по площади у городской ратуши пробудила во мне воспоминания. Джон хочет, чтобы я сосредоточился и вспомнил прошлое. Ах... Прогулка по площади. А он просто стоит. Он не часть воспоминания. Ах... Ах... Майкрофт был встан, но спокойно. Он меня не отступил от стады. Он сказал мне, что я должен держать мою голову И что салон был голоден Я не могла бы этого Смотрите, Шерлок Холмс Задница такая На Джоне Воспоминание о молчании золотом Так, ну что, я думаю, что мы на этом пока что с вами остановимся Нам с вами надо закончить золотую клетку Но я думаю, что мы, в принципе, близки То есть, если это был товарищ Swift Эй, Swift То, может быть, это был он Потому что он его вычеркнул из плана И теперь надо его найти И, ну, как минимум, позадавать ему вопрос А там, может, что-то и найдется Это, как минимум, не Пол Хотя я бы назвал ее Полина Ладно, на этом пока что закончим Так что, если вам понравилось это видео Поставьте лайк, прокомментируйте Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Мы с вами увидимся в следующей серии Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!